Дорогие соотечественники! Дорогие соотечественники! Все процессы, которые происходят в мире, особенно все эти процессы обострения, конфронтации между Западом и Востоком, отражаются на нашей стране. И, естественно, отражаются в менталитете наших людей, в менталитете нашего политического класса. И вот дебаты, на которых мы присутствовали, дебаты между Майей Санду и Игорем Датоном, показали более чем обычные дебаты с целью произвести впечатление на публику. Это была демонстрация двух типов мышления. Архаического, допотопного мышления, от которого отказываются сейчас на самом Западе, в самой Европе и даже, как показывают последние события в самой Америке, и новым мышлением, которое продемонстрировал Игорь Дадон. В чем заключается это новое мышление? На Западе все более и более часть, большая часть политиков, социологов и простых людей начинает понимать, что конфронтация между Западом и Востоком зашла слишком далеко. Национальные долги стран превысили всякие мыслимые и немыслимые отметки. Экономика Запада начала буксовать. И наоборот, экономики таких стран, как Китай, как Индия, не говорим уже о Южной Корее, Сингапуре, Японии. Ну и, конечно, экономика России стала потихоньку распрямлять плечи и выходить из состояния постоянного, вызванного последними санкциями, кризиса. Впервые, как мы знаем, Россия продала за рубеж количество зерновых и стала лидирующим в этой позиции. Это только начало. О чем это все говорит? Это все говорит о том, что многие люди на Западе и Востоке, особенно люди бизнеса, люди дела, начинают понимать, что так дальше жить нельзя. И вот я пригласил сегодня в студию нашего старого знакомого, человека, который, что нас роднит с ним. И он, и я побывали мы в разных местах земного шарика. Увидели, увидали людей разных культур и разных цивилизаций. Мы оба из того самого советского прошлого. Мы видели не только мир с точки зрения его географии, но и с точки зрения истории последних десятилетий. Это очень мудрый, очень порядочный и очень знающий человек Валерий Тимедевский. Спасибо за приглашение, спасибо за представление. У меня даже комплекс неполноценности. Валерий, вот скажи, пожалуйста, не кажется ли, что у нас политический класс в Молдове, где-то со времен Михаила Федоровича, его знаменитые Демарши, когда он с Путиным не очень здороваться хотел, когда у нас здесь была знаменитая саммит премьер-министров всех стран СНГ. И вот много таких вот... Когда Медведев приезжал. Не-не-не, я имею в виду, когда Владимир Владимирович Путин в качестве премьера приезжал в Кишинев, когда Михаил Федорович исполнял обязанности президента Молдовы. Помнишь, да? Так вот, скажи, пожалуйста, вот это с этих времен, вот этих эйфорий, мечтаний, ничем не оправданных и ничем, кстати, не оправдавшихся, да, получилось все с точностью наоборот, что за эти вот 6-7 лет, пока у нас был триумф европеизации, за это время в самой Европе, в самих Соединенных Штатах, во всем мире стали происходить существенные изменения в менталитете, в оценке международной политики, геополитики, геоэкономики, различного рода культурных отношений, идеологии и так далее. Произошли крупные изменения. И кто из наших политиков показал, что он за это время шел в ногу со временем? Кто, кого бы ты мог назвать? Кто понял эти тенденции и уловил их? Я думаю, что у нас есть очень много и политиков, и здравомыслящих, но, к сожалению, сейчас их очень мало, так сказать, у власти. Но политики должны всегда помнить одну непреложную истину. Все войны кончаются за столом переговоров, и от этого никуда не деться. Более мудрые политики стараются сразу перейти за стол переговоров из войны. Я думаю, что насколько нам легче было бы решить Пренестровскую проблему, если бы мы не устроили в 1902 году той глупости, которую мы устроили, да, кровопролитие, в результате которого тысяча человек погибло, несколько тысяч стали, были, стали коллегами, стали беженцами в собственной стране, да, а все было сделано просто из такого понятного непонимания ситуации, да, то, в какой стране мы живем, вот к тому, чему мы пришли через мучения, через тернии, да, к пониманию. Все больше и больше политиков приходит к этому делу. Я считаю политиков, время политиков, и вот сейчас очень такая наглядная была отставка Михаила Саакашвили в Одессе, приходит время, конец бродячих политиков. И бродячих идей в политике. Да, бродячих политиков, которые вбрасывают в любую страну, да, вот как вбрасывают, да, как вбросили Саакашвили в Грузию. И как вбрасывают идеи, такие бродячие. Идеи бродячие, и бродячих политиков. Как вбросили в первый раз Ющенко, потом сейчас бросили нынешнюю власть, и так далее, и так далее. Как вбрасывали в Киргизии, как вбрасывали у нас, мы помним, 2009 год, и погромы, и пожары, и так далее, и так далее. И потом пришли люди, которых называли почему-то, и Джо Байден называл, и Ангел Америки, называли историю успеха. Одна из бродячих. Одна из бродячих. Жители Молдавии переглядывались и говорили... Где кто ее видит? Да, можно посмотреть. И он, у тебя там сзади нет истории успеха? Нет, нету, ничего нету. Вот этот парадокс, понимаете? Вот идеи этих бродячих политиков, которые вбрасывают с определенными идеями, идеями воспитанными, я назвал бы их такими большевиками, мальчики с горящими глазами из Суровской школы, которые либерализм, значит, вот эти идеи, они все... Совершенно точное определение. Определение большевизм, как некий идеологический экстремизм. Да, абсолютно. Мы подпалим весь мир, мы ради нашей партийной яичницы сожгем общий дом и так далее, и так далее. Время этих людей, слава Богу, мне кажется, должно проходить. Потому что и время это проходит не потому, что те люди, которые вбрасывали этих людей, отказались от своих целей, отказались от желания завоевать что-то очень силовым путем и продвинуть свои позиции, свои интересы. А проходит это только потому, что люди начали понимать и не прислушиваться к мнению людей простых, которые понимают, что ничего хорошего это не несет, кроме войны. Сегодня вот у нас на выборах очень многие, те, кто поддерживает Майя Санду, кричат о том, что господин Додон, это как бы чуть ли не война, это Донбасс и так далее, и так далее, и Крыму приписали. Вот хотя ничего такого он не говорил и не признавал Крым, и он не президент, чтобы признавать Крым. Вот это дело господина Тимофти у нас. Кстати, Валерий, одну секунду, просто чтобы я не забыл такая ремарка. Вот насчет, вот часто, вот тоже слышим эти насчет Крыма там и так далее. Вот я бы хотел спросить многих политиков и у нас в стране, и на Украине, и в Европе, да и вообще всех, кто интересуется нашим регионом. В свое время Йосиф Виссарионович Талин, как известно, формируя, так сказать, членство Украины в Организации Объединенных Наций, на это было нацелено, ну, в очередной раз там перекрыл карту Бессарамской губернии, вот, и мы знаем, что вот такие города, скажем, Хатин, там, Велгород-Днестровский, Ирине, Измаил и так далее, они, значит, карта была так перекроена, где-то и в осенне карнандаш общился, и нам джужу лес шли 300 метров. Но так как те ребята, кто следили за карнандашом строго, так оно получилось, вот осчастливили нас. Я хочу спросить, хоть раз Молдова какие-то претензии к Украине по поводу вот этих территорий выдвигала, я что-то не помню. Мало того, если ты помнишь, когда Румыния отсудила остров Змеиный, и вот этот нефтяносный шельф, Молдова воспользовалась моментом, чтобы сказать, а вот и нам там чего-то? Нет, никогда. Поэтому мне кажется, что обвинять кого-то либо из наших политиков в том, что он хочет в Молдове возродить какие-то там реваншинские, какие-то требования, это несусветная глупость. Никогда никто из наших политиков, да и простых людей, кроме, может, каких-то больных на голову, никогда не поднимал вопросы о пересмотре границ территории. Все переговоры, которые вот мы вели с Украиной, помнишь, там и с Паланкой, там вот это... Ну, это оказалось более взаимовыгодное хрошение. Как-то, по крайней мере, стремились прийти к какому-то... Поэтому я считаю, такие обвинения, они просто где-то оскорбляют наш народ, наши традиции. Знаешь, я когда-то пролетал сюда, в Молдову, идеолог перестройки Александр Яковлев, да, и он встречался с... Я когда-то писал, освещал его визит, он встречал туда с Союзом писателей Молдовы, и тогда Леонида Ларри, известная такой вот своей позицией, как бы такой национальной, яркой позиции, жесткой позиции, значит, она встала и сказала, что вот... Почему вы не хотите решить этот вопрос и вернуть нам Буковину и Южную Бессарабию? Нам это кому? Бухаресту она имела? Нет, в Молдове, в Молдове. В Молдове? В Молдове? Поздравляю. Нет, 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 тогда еще Молдова была в составе Советского Союза, еще прилетел член... Я знаю, что у нее понятие нация это было... Нет, тогда еще Молдова была в Советском Союзе, в составе Советского Союза. То есть все-таки нашлись такие? Да, да, да. Она тогда поставила этот вопрос перед Яковлевым и Яковлевым спросил ее, Леонида, вот как вы это представляете? Я сейчас отберу Украину, и Северную Буковину, и Южную Бессарабию, отдам ее вам, сделаю это с помощью Советского Солдата, как когда-то было сделано, и опять же поставлю Советского Солдата охранять ваши интересы. Говорит, ну как вы себе представляете? Договаривайтесь с украинцами и так далее. Мне историки, которые рылись в архивах и искали, как принималось это решение, да, вот когда нас передали, была Бессарабия, перешла в состав. Выход на Дунай был нужен, во-первых, для ООН. Да, да, да. И при Дунайской организации. Значит, Сталин там просто принял позицию военных. К нему пошли военные и руководство Украины. И они показали, как идут железные дороги. Вот железная дорога Одесса-Москва, которая идет вдоль нас через Котовс, да, через бывший МАССР. Потом железная дорога, которая идет на Рени, и железная дорога, которая идет через Черновцы на Львов. Идеология вот такая, что война неминуема, все это прекрасно знали, все готовились к войне, и эти железные дороги должны были снабжать фронт. В случае чего? То есть, всего, военная задача. Военная задача, да. И военные сказали, что если эти дороги останутся в ведении Молдавской ССР, да, которая только формировалась, где не было еще кадров, да, еще не было, как бы, ну, кстати, они только перешли из состава одной страны в другой, да, это надо было сформировать всю структуру, управление и так далее. А тут война могла начаться в любой день. Они сказали, что эти железные дороги вместе с этими территориями должны остаться в ведении Украины, которая там быстро обеспечит порядок, поставит административу. Но ребята из украинского политбюро вместе с военными не забыли. Абсолютно. И давайте не забывать, кто был тогда первым секретарем ЦК Компартии Украины. Был Никита Сергеевич Хрущев, который поступил с Крымом точно так же. Понимаете, вот как у нас оттяпал Северную Бутовину, да, и Южную Виссарабию, так же оттяпал потом и Крым. Все просто отдал и все таким волюнтаристским решением. Теперь давайте говорить о Крыме. Если мы уже зацепили проблему Крыма и так далее. Мы наблюдали великолепно, как все происходило, да. Давайте скажем так. Кризис на Украине. Приехали решать три министра. Да, вот немец, швед и поляк. Ну и до них была девушка с печеньками. Ну, девушка с печеньками отдельно. Без них приезжала. Она стоит над этим. Так вот, эти три человека приехали. Уговорили Януковича отказаться от власти фактически. Они договорились, составили дорожную карту. Через четыре месяца у них там будут президентские выборы. Янукович их, конечно, проигрывает. Он сказал, что я ухожу, все такое прочее. И как бы мирный переход власти от одной и так далее. Что произошло потом? Кстати, они просили, чтобы приехал и Лавров. Путин Лаврову запретил. Сказал, не езжай туда, не участвуй в этом бедламе. Я знаю, что они обманут. Я железно знаю. Что и случилось. Что и случилось. После этого состоялась Беркут, который уехал из Киева. И должен был вернуться в местоположение. Кто в Крым, кто в Одессу, кто туда. Их жестоко избили. Помним, помним. Порошенко, который понимал, что он идет к руководству страной. Полетел спасать свои активы в Крыму. Он пролетел в Крым, Константинову. Где сказал, что у него там судостроительные заводы. И много-много активов. И гостиница у него, у Коломойского. Очень много было там активов. И он приехал сказать им, что успокойтесь. Все нормально. Мы выгнали Януковича. Теперь буду я. Все останется по-прежнему нормально. Как и, в принципе, случилось. Как сейчас Миша Саакашвили говорит. Какая разница, кто грабит Украину. Янукович или Порошенко. Кстати, Миша опытный в ограблениях. И вот такая ситуация. И тут ему Константинов отвечает, что господин хороший. Вы кто знаете, что у вас в Киеве делается? Вы к нам прилетели, нас уговаривали. Только что были отменены Харьковские соглашения. Только что был отменен закон о русском языке и так далее. То есть те, кто пришел к власти в Украине. А мы с тобой понимаем, как делается политика. Были заинтересованы, не были заинтересованы в сохранении той Украины, которой до этого пестовал Кучма. Которая была между Западом и Востоком. И успешно, ну скажем, не будем говорить такое грубое слово, доила. Но успешно имела дивиденд от сотрудничества с Россией, как транзитная страна. Имела сотрудничество с Западом. И могла, могла вырасти в огромную интересную страну. Которая была между Западом и Востоком. Те ребята, которые пришли к власти в Киеве, не желали сохранения той Украины. Они желали, чтобы этот Восток, который мешал. Помнишь, как маятник у них качался. Если приходил к власти прозападный, уже через 4 года приходил к правосточный. Потом снова и маятник неминуемо бы качнулся в другую сторону. И было более-менее стабильное колебательное. Вот чтобы сохранить эту власть. И, конечно, маятник, было принято решение на то, чтобы пошли отсюда. И вот сегодня я общаюсь тоже с украинскими политологами. Они говорят, мы идем в Европу. Хорошо, да, я понимаю, вы идете в Европу. Хотя я этого не понимаю, куда мы идем. Мы и так находимся в Европе. А географию мы учили в школе. Мы и в Европе находимся. И в никакую Азию мы не попадем. Даже если же пожелаем перетащить куда-то землю. Пугали нас КГУ за перетащить землю. Принесли. Причем помнишь, Серафим Урикян объяснял, где мы находимся. Мужик с большим чувством юмора. Он говорит, мы, смотри. Вот Европа. Вот Атлас мира. И вот кусок Европы. Говорит, вот здесь Атлантический океан. Ну, Урал. Складываем, говорит, двое. Протягиваем. И смотрим. И Молдова, и Украина в самом центре. Да. На месте разрыва. Да. А мы оказались на месте разрыва. Вместо того, чтобы оказаться в центре. В центре интересов. А мы оказались на месте разрыва. Знаете, вот почему-то. Потому что очень тянули. Так вот, я продолжу. Да, значит, самое. И вот не было такого желания у киевского истеблишмента. Вот они сейчас объясняют. Мы идем в Европу. Да, вот что я начал рассказывать. Вот представьте себе, они мне говорят, 50 альпинистов решили взойти на Эверест. Это супер задача. Вот 50 альпинистов решили взойти на Эверест. И вдруг 10 альпинистов говорят, из этих 50, говорят, ребята, а у нас есть условия. Значит, нам обеспечить кофе, горячий душ и нести на себе. Туда. Иначе мы не пойдем. Мы с ними дойдем на Эверест? Нет, не дойдем. Что для этого надо сделать? Прогнать их к чертовой матери. Я говорю, кого? Ну, вот этих вот крымчан, донбассцев и так далее. Не хотят и не Европу. Пусть остаются со своей Россией. Мы от них должны отказаться. Это точно? Стоп. Абсолютно. Валера, а у нас не так говорили? А зачем нам Приднестровье? Последний визит Штанмайера, когда его Клод приехал, выслушал наших грантофагов, финансируемых неправительственными организациями, финансируемыми правительственными странами и государствами, и в отчаянии сказал, ребята, я так понимаю, что только мне Приднестровское регулирование нужно. Вам оно не нужно. Понимаете? Да, так и говорю. Абсолютно. Абсолютно. Потому что одна часть нашего истеблишмента, так сказать, грантоедов привыкла паразитировать. На правом берегу, а другая на левом берегу. Понимаете? И всем хорошо. И никому решение Приднестровского проблем не нужно. И чем дальше в лес, чем больше дров. То же самое я вижу на Украине. Я говорю, ребята, вам Донбасс вообще нужен? Так тогда вы должны бороться не за территорию, не посылать туда вооружение. А за умы и сердца людей. То есть вы должны перетянуть на свою сторону. Конечно. Мне говорят, только это не для прессы, не нужны. Тогда я говорю, слушайте, что вы их мучаете? Зачем по ним стрелять? Пусть себе живут, как хотят. Вот нормально, да? Вызывает уважение мужчина, который жену, которая не хочет с ним жить, бьет ногами? Ну, наверное, не вызывает. Отпусти ее, найди себе другую. Насильно мил не будешь. С миром нормально. Нормальные люди расходятся. Вон Чехия и Словакия разошлись. Нормально. И живут прекрасно. И все у них общее. И никакой границы нет. И не стреляют друг в друга нормально. Они цивилизованные люди. Почему мы так нормально не можем жить рядом, существовать? Не обязательно, я говорю, признавать Приднестровье, сказать им, чтобы оно уходило. Но нормально бороться за этих людей. Вы, если поедете сейчас в Приднестровье, вы даже не знаете, вы же не можете себе представить, что они о нас очень мало знают. Они знают, что у нас есть ГИМПУ или ШАЛАРУ, который выступает вот сейчас на днях буквально с какими-то дурацкими заявлениями, разве того, чтобы спасти свою партию и жарить свою партийную яичницу. Он взял чуть-чуть не поджег нам дом. Сказал, что вот какой-то коридор зеленый. Оттуда подключился героический полторак министра обороны Украины. Предложил коридор. Мы знаем, чем коридоры кончаются у министра обороны Украины. Гибелью тысяч людей. А потом, как господин Гелетей, покупает себе недвижимость в Британии. Людей загнали в Дебальцево и Лавайске, погубили людей. Поэтому кто же дурак пойти по вашему коридору, понимаете? И смотри, Валерий, ты помнишь, когда Лицкай был на конференции, мы с тобой присутствовали, да? Да. Помнишь, Лицкай толковый, мудрый мужик, видавший всякие виды, все понимающий. Помнишь, когда он сказал, мы, Приднестровье, говорит, и Молдова, мы сейчас находимся в состоянии симбиоза. То есть прорастают связи. Конечно. Мы, говорит, нуждаемся. И в это все-таки паспортный режим их не позволяет выезжать, допустим, куда-то. Все-таки паспорт граждан. И так же с товарами, с сертификатами, масса вещей. И ты помнишь, какую ему истерику Приднестровские газеты устроили на следующий день? Обвинили Лицкай. Абсолютно. Предатель, сенационных интересов. Предателем Бог. И так далее, и так далее, и так далее. А я помню, как мы поехали с группой специалистов. Тогда, помню, нас пригласили в Приднестровье, чтобы большая была редкость, обсудить, вот, что связывает наши берега. Вот, как люди между собой. И я помню, какую истерику закатили некоторые, не хочу называть их по имени. Ну, а что ты говоришь? Мы все знаем, мостостроители. Да. Которые, не поперек, а вдоль реки. Мостостроители, да. Вдоль реки. Что мы тут и предатели, что мы там Бог знает кто такие. А мы поехали с людьми, которые представляли там определенные общественные круги, там, публичные, журналисты, поговорить о том, ребята, вот как между берегами, как мы живем, как мы относимся к друг другу. И вот я смотрю, ты совершенно прав. Вот почему-то те события, которые происходят в Молдове, я имею в виду и наш Майдан, и отношения вот Приднестровья, значит, правого берега с левым и многое другое, у нас почему-то происходят и проявляются намного раньше, чем на той же Украине. То есть мы в какой-то степени лаборатория Европы, где вот все эти события происходят. Кстати, раньше нас это почувствовали немцы, которые сказали, пожалуйста, ребята, мы готовы привезти вам катализатор, чтобы ваши пробирки забрулили, заиграла жизнь. Чтобы побыстрее все прояснилось. А мы сказали, не надо, не надо, мы привыкли в этой пробирке держать эту тину, ряску, ряску нашу, да, население бежит, ерунда, понимаете, страна гибнет, ерунда, да. Главное, у нас гранты есть. И у нас есть вот сегодня такая радость, все, мы спасены. Международный валютный фонд нам одалживает деньги. Я говорю, ребята, подождите, вы 25 лет имеете уже отношения с Международным валютным фондом, и посмотрите, что стало своей экономикой. Я не пойму причин вашей радости такой дикой, да, что вот все, понимаете, мы спасены. 25, 20 лет назад Международный валютный 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 пришел к нам, и мы начали с ним сотрудничать, и начали программы. И с тех пор наша экономика идет в пике. Понимаете? Обрати внимание. И назовите, покажите мне ту страну, которая выжила после помощи Международного валютного фонда. Валерий, я почему все время обращаюсь к нам, и почему очень благодарен тебе, что ты все время обращаешься к примеру Украины. Потому что Украина и мы находимся в очень тесной, не только исторической, не то что там родня, родственники, связи эти многовековые и так далее. Это еще и потому, что это показывает, что нельзя считать Молдову какой-то отсталой, маргинальной, какой-то зачуханной окраиной Европы. У нас все процессы идут быстрее, проявляются четче и яснее, чем на той же Украине и других соседних странах. Вот, например, реформы. Вот мы часто слышим это загадочное и заманчивое слово «реформы». Ну вот наши местные политологи. «У нас украли мечту!» Вот это один из тех, кто обживал нас... Да, вот хороший вопрос задал. У нас... Какую мечту у вас играли? У нас украли европейскую мечту. Здрасте, ребята! У вас украли мечту. Она у вас была, а вы к ней стремились. Судя по всему, нет. Я не понимаю. Вот, понимаешь? И подожди. Вот они в чем обвиняют эту власть? Все эти лузеры и прочие, которые сами мечтают во власть, да? Они обвиняют в том, что она там не проводит реформы. Они не обвиняют власть в том, что она не дает малому и среднему бизнесу развиваться. Без ничего. В США 70% экономики – малый и средний бизнес. Они эти супергиганты и так далее. Ни одна экономика нормальная в стране без малого, среднего бизнеса не выживает. Это рабочие места, это занятость людей и многое другое. Вот если бы этим кто-то... А ну попробуй у нас открой предприятие. Он рассказывал, недавно мне сосед, кум вернулся из-за границы, где-то в Италии 50 тысяч заработал. Открыл какую-то... Там что-то и ремонтная мастерская, и помыть машину, еще чего-то. Нанял несколько там человек работать и все такое. Так его замучили. Он еле-еле продал свой бизнес, в который вложил 50 тысяч евро за 36 тысяч. Он счастлив. Он говорит, я думал, что я все потеряю. И ушел. И сказал, мы из Монторгии. Он говорит, да, ты сейчас. А о чем это все говорит? Что они их обвиняют в каких-то загадочных, непонятных реформах. Не надо говорить нам о этих загадочных, непонятных реформах. Давай конкретно. Дай дышать малому и среднему бизнесу. Прежде всего, перестань эти поборы и грабежи. Вот у нас, я говорил с моим соседом в Бутученах, такой мудрый крестьянин. Крестьяне все мудрые. Они у земли, им некуда дальше. Это самое. Они вот тут прижаты к ней. И вот мы говорили. И знаешь, он мне сказал? Эй, свящий Виктор Иванович. На ночи фуры, фуры, фуры. Не ясно. Типа, что у нас воруют, воруют. Ланой, ну, фуры. Ланой, грабуешь. Я говорю, тсс. То есть, у нас грабят. Я говорю, а в чем типа ты? Ну, я понял, куда. Он говорит, в чем разница? Он говорит, понимаете, если б только воровали, что значит украсть? Тихо, чтобы никто не видел. Ночью где-то шух-шух. Что-то там. А у нас нагло приходят, грабят, не дают никому никакой бизнес сделать. Ничего нельзя ни продать, ни сделать, ни организовать. Вот сидят, еще у тебя не успела вырасти эта травинка, у тебя уже ее косят и так далее. Он говорит, вот наша, говорит, беда. Что нас грабят, грабят тем, что не дают развиваться. Не дают ничего делать. Ты лучше меня историю знаешь. Тысячи лет так было. Ну, смотри, крестьяне, прийти внимание. Тысячи лет покупали бирман на грабеж страны. Все политики кричат. Офура цара, офура цара. Потому и украли, что вы за них голосовали. А вот самое главное... Самое интересное, сейчас нам предлагают опять проголосовать за то, что мы имели. Ну, для меня удивительно. Ничему не учил. Неужели вас Кишинев ничему не научил? Ничему не научил. Вы три раза голосовали на зло кому-то. Слышь, Белоснежка и Гарри Поттер. Нет, на зло... Вы сравнивали... Ну, давайте, скажем так, да. Дари нас Гарри Поттером, эту даму с Белоснежкой. Помнишь, Академию наук, когда у нас выступило, что танки Путина, русские и так далее, и так далее, и так далее. Я иногда шучу, что вы знаете, если даже Путин бы ночью проснулся, ему Молдова там спать не давала, и он поручил бы всем своим спецслужбам заняться Молдовой, больше вреда, чем сделал господин Киртока, господин Гимб и вся эта вот история успеха, я вам клянусь, никогда бы не получилось ничего подобного, понимаете? Специально ваше задумали. Я говорю, знаешь, у меня где-то есть подозрение, что господин Путин специально здесь финансирует каких-то людей, и говорит, слушайте, а ну идите, выставьте свою конъюнтуру, пусть они изберут вот таких благих. Мы будем их постоянно пугать, да? Но одно смешно, да, вот что в Криво. Я, поверьте мне, я приехал сейчас из Москвы, да, там даже не знают, что у нас происходит, по большому счету. И когда с ними разговаривают, ну и выберут они президента, ну и что? Ну и выберут этого, и выберут этого. Все равно он приедет к нам договариваться, надо будет разговаривать. Не приедет, ну это их проблемы, это не наши проблемы. То есть мы без Молдовы не умрем. Вот скорее всего, понимаете, у вас там есть какие-то проблемы, к нам приехать решать. Ну так, если вы серьезные люди, приедете. Валера. У нас вот такое есть впечатление, да, что за нас там полмира уже злые силы, дерутся и так далее, и так далее. Ничего подобного. Но в чем я с тобой согласен абсолютно, в том, что мы действительно маленькая страна, которая может быстро, я считаю, убежден, что может быстро решить свои проблемы за счет легкости и управляемости. Очень тяжело справиться с Россией, такой большинственной страной. Да, махина. Очень, Украина тоже очень сложная страна, и так далее. Мы маленькая страна. Мы маленькая страна, и где самое интересное, давай скажем честно, ну нету вражды между людьми на левом и на правом берегу. Конечно нет. Нету вражды между бизнесом на левом и правом берегу. Они конкурируют и очень хорошо сотрудничают, да. Есть вражда только между этим так называемым гражданским обществом и нашими политиками, которые привыкли порезетировать на этом разделении страны. И они не только страну поделили на Гагаузию, Приднестровье, Молдавию. Выгодно для них, да. Они только еще поделили нас здесь, в Кишиневе поделили нас здесь. На электорады. На электорады. Вот погнали наших городских. Мозги нам поделили. Сегодня сумасшедший дом, что творится в этих социальных сетях. Не успеешь ты там сказать, что, допустим, усомниться, что, господа, ну ведь Майя Санду, это представитель альянса, представитель той власти, которой правил. Она же там не вышла и не сказала, знаете, ребята, я с вами не согласна. Вы воруете миллиард, вы делаете это, это, это. Не отказалась голосовать. Да, да, да. То есть она была там. Стоит только об этом сказать, как кто же тебе посылает карточку, что, а смотри, как плохо в России. Я говорю, при чем здесь Россия? Ставьте их в покое. Ставьте в покое румын, русских, украинцев. Займитесь собственной страной. Нет, понимаешь? Мы опять куда-то идем. Говорю, куда идем? Куда идем? Я спрашиваю. А в результате идем по кругу все время. Нет, нет, но я спрашиваю. Ребята, вас пригласили в Евроспийский союз. Да. Вам четко, нормально сказали. 20 лет вам не светит. Вас пригласили в Евразийский союз. Но в Евразийский союз тоже, если вы хотите сотрудничать с Евразийским союзом, то нужно выполнять какие-то правила. И они вам обозначили те правила, что правила будут вот такие. Хотите с нами торговать? Пожалуйста. Вот у нас такие правила. Как нам говорят и американцы. Вот мы с американцами торгуем на 30 миллионов долларов. Потому что правила такие. Мы хотели бы туда расширить. Страна богатая. Почему мы не завалить их нашим вином? Но не получается. У них правила такие. Но мы не обижаемся. Даже и стратегическим партнерами называем. Понимаете? Но ты согласен, что вот эти тролли в соцсетях? Или это тролли профессиональные? Нет, понимаешь. Или, внимание, или это покалеченный менталитет? Нет, нет, нет. Во-первых, реагирует покалеченный менталитет. Ментальность. Отсутствие разума. Есть, есть и то, и другое. Есть люди нормальные. Есть профессиональные. И сейчас есть политики, есть и стеблишмент, который понимает великолепную важность и влияние социальных сетей. И там сегодня есть профессиональные люди, у которых, как шутят мои российские коллеги, профессия бросать дерьмо на вентилятор. Знаете, вентилятор крутится, направляется в любую страну. И вот человек сидит, навоз швыряет, навоз летит, работа идет. Развлекает. Есть те, кто на это покупается, реагирует, вступает в эти самые. И полемика приобретает самый такой неприглядный вид. Я все время прошу, прошу ребята на моей страничке не ругаться. И сразу их баню и выбрасываю. Потому что интересно. Социальные сети сегодня превратились в такой интересный инструмент. Да? Очень интересный. Я благодаря этому общаюсь с очень многими моими друзьями, с тех, кто заходят за пределами. И с тех, с кем даже, может быть, трудно и непросто созвониться. А в социальных сетях мы пообщались, что-то обсудили. Я знаю их мнение. Это такой, знаете, как камертон. Прекрасный. Когда мы же не во всем, понимаете, читаем. Это, скажем так, это великолепный социологический инструмент. Да, да. То есть я далек от мысли, что, извините меня, я истинно последней инстанции, я во всем прав, я все знаю. Есть мнение. Но иногда, да. Но иногда мне очень приятно узнать и другое мнение. Иногда бывает так, что я, пообщавшись с умным человеком, могу изменить мнение и понимая, что я где-то в чем-то неправ, да, и что-то я, может быть, переоценил или недооценил и так далее. То есть это великолепный инструмент. Для себя важно. Но, к сожалению, у нас эти социальные сети все больше превращаются вот благодаря этим людям. В помойку. В помойку и в инструмент манипулирования массами, да. Это плохо. Я считаю, что это очень плохо, потому что это нас ведет в нехорошую историю. Почему? Потому что в нашей такой непростой стране, вот это разделение общественно запад-восток, куда нас никуда не зовут, да, куда мы, песни Высоцкого, куда И социальные сети явно не способствуют примирению. Но у нас, к сожалению, страна уже раскулота. У нас есть Приднестровье, которое, как бы, мы знаем, куда ориентировано, да. Мы знаем Гагаузию, да, что они там проводили референдум. Можно признавать, можно не признавать референдум. Но ни один нормальный политик не станет делать сноску на настроение людей. У нас сегодня есть центральная вот эта часть Молдовы, да, Геозия и Приднестровья, когда тоже расколота напополам, понимаете. И сегодня мастерство любого политика, умного, если он заботится не о своем кармане, не о том, как украсть еще один миллиард, а о том, как оставить имя свое в истории, да, и объединить страну, и наставить ее нормальные рельсы развития. Вот его задача сегодня объединить это общество, найти какую-то, понимаете, для всех удобную модальность, да, проживание. А без того, чтобы не понять, как мы с тобой понимаем, что мы многонациональная страна, и в этом у нас наше богатство, да, ни в каком-то там... И ресурс развития. Да, да, и ресурс развития, да, что и у нас здесь должна быть только одна нормальная цель, что каждый политик должен быть не пророссийский, не проукраинский, не про западный, не про американский, не про европейский. Он должен быть промолдавским, понимаете. Он должен быть отвечать за граждан Молдовы, независимо от их национальности, будь то гагауз, болгарин, русский, румын, молдаванин, как угодно. Я всех уважаю, как они себя считают, да. Но, тем не менее, вы должны понимать, что мы живем в одном доме. И этот дом очень маленький, как стеклянный, знаете. Если мы будем дальше так продолжать делать то, что мы сейчас делаем, мы его разнесем в щепки, и другого дома Господь нам не даст, понимаете. Нам придется, как многим нашим соотечественникам, уехать за рубеж и заниматься интеграцией. Интеграцией. А интеграцией, вот их надо спрашивать, что такое интеграция, понимаете. Тех, кто туда уехал, и сегодня, к сожалению, содержат нашу экономику. И наших людей, которые здесь живут сегодня. И наших политиков. И не забывай, что две трети в России. Да, и две трети в России. Как мы можем сегодня иметь плохие отношения? Вот многие... Вот Додон нас тащит в Россию. Сейчас Додон с Гречаной загрузит нас в мешок, как Дед Мороз, и утащит в Россию. Вы забыли, что мы сегодня... Две трети наших гастробатий работают там, и мы с этого живем. И мы там стремительно теряем сумасшедший рынок, который мы имели когда-то. Ну что, Валерий, к сожалению, вот времечко наше начинает истекать. Смотри, что получается. Получается, что вот эти дебаты... Ой, Виктор, я только один момент. Прости меня. Я один момент могу добавить. Да, пожалуйста. Никогда мы не будем интересны ни Америке, ни Европе, если мы не будем иметь хороших отношений с Россией. И наоборот. Понимаете? То есть любой человек ответственный, любая страна интересна тогда, когда она имеет баланс. Вот я сейчас прилетел с Парижа, там был на приеме в Российском посольстве, посвященному Всемирному конгрессу русской прессы, и там был президент Жескар Дестен. Я удивился, я был ошарашен, как он ругал президента Оланда. А потом я приехал сюда и посмотрел рейтинги. Оказывается, у господина Оланда антирейтинг 80%, как у нашей власти. В Молдавии. Понимаете? То есть 80% несогласны. Да, да. Понимаете? Я понял, я сначала удивился, думал, знаете, старик Жескар Дестен, а он действительно, и он, и Жорж Помпиду, и потом Миккеран, они проводили очень взвешенную политику, да. Они дружили и с Россией. А тот подскакал в одну сторону. Понимаете? Нельзя так. А мы маленькая страна. Нам терять одно весло, которое мы гребем на лодочке, очень опасно. Мы будем кружиться и станем неинтересными никому, ни тем, ни другим. Понимаете? Конечно. Мы можем, имеем большой шанс превратить нашу страну в площадку сотрудничества. Это единственный наш шанс между великими мира сего. И эти великие мира сего не так уж заинтересованы устроить у нас здесь войну, как я знаю, и так далее. Вопрос в другом. Хотим ли этого мы? Вот мы должны показать, что мы хотим этого, мы хотим сделать нашу страну. Мы умеем жить вместе. Поэтому все на выборы. Ну и что, спасибо большое. Спасибо. Спасибо, Валерий. Спасибо за приглашение. Как всегда, масса интересных, свежих новостей. И, конечно, прежде всего, это понимание сути событий. Потому что, когда нам говорят, что вот журналисты, вот задача, там только подавать новости, и не без своего, как там это лицемерное, no comment, no judgment, мол, типа все. Если у журналистов мозги работают, он должен быть и где-то философом, и социологом, и экономистом. То есть он должен быть мудрым человеком. Но там в этом слагане, значит, больше всего, что говорит, горящий журналист, должен, прежде всего, перевести фактом. Конечно. Факт. А факт перевести упрямое. Спасибо большое, Валерий. Спасибо, Виктор. Дорогие соотечественники, вот и подошла к концу наша очередная авторская передача «Позиция». Что хочется сказать под занавес сегодняшней передачи. Дебаты, которые сейчас происходят между двумя основными кандидатами на пост президента нашей страны, между Майей и Сандо Игорем Дадоном, показывают, показывают совершенно четко и ясно. Один из политиков придерживается старой, обветшалой, уже в самой Европе и даже в самих Соединенных Штатах отжившей идеологии, это идеология конфронтации. А другой политик – это представитель совершенно нового мышления. Мышление, которое предполагает, что между Западом и Востоком рано или поздно должны наладиться нормальные отношения. Иначе планета идет в никуда, иначе долги таких стран, как Соединенные Штаты, да и многие другие начинают зашкаливать, экономики начинают лихорадить, и спасение и Запада, и Востока, то есть всей нашей планеты, зависит от того, насколько мудры мы будем и взаимодействовать друг с другом. И вот в Молдове, в маленькой стране, появился, наконец, политик, который четко и ясно заявил, и я пришел, чтобы объединять, причем объединять не только левый и правый берег, не только людей, одних взглядов или других взглядов, прозападной или проевропейской ориентации. Он пришел объединить всех и предлагает сделать Молдову площадкой, на которой он, как социалист, предлагает устроить социалистическое соревнование между Востоком и Западом. На маленькой стране, на этом маленьком пятачке, докажите, господа хорошие, кто лучше понимает современные задачи мировой истории, мирового развития. И давайте сделаем Молдову такой площадкой. Я, например, выбираю такой путь. Спасибо за внимание. Вечно любящий вас Виктор Иванович Борщевич. Субтитры создавал DimaTorzok